Аааа, вопрос. Может быть попробовать пройти этого ебучего босса с помощью Аааа, блять, с помощью некроманта? Взять ему родовой склеп, например. Взять, аааа Маяк А, ребята? Скалу, ааа, я не знаю, брать ли скалу, Наверное, не брать скалу, брать речку и лес. А, или, может быть, убрать... А, ну да, лук надо забрать по-любому. Какой сетап сделать на... Какой сетап сделать на некроманта, чат? Казну оставляем. А, поле битвы. А, ну поле битвы можно оставить, да. Кладбище можно оставить. Рощу взять? Ну, рощу можно взять, да. А что убрать-то? Убрать надо что-то. Кнежарню оставить. А, кузнечный цех можно убрать, да. Не нужна... Казна не нужна, думаете? Ну, давайте казну уберем. Зачем тебе лук на некоре? Ну, хотя тоже, да. Реген, типа, я подумал, что, может быть, регенчик. Казна юзалась. Вас понял, господа. Роща, поля с деревней оставим. В особняк вампира поебать. Болото можно тоже оставить. Нам по-похую. Лучший арсенал, чем родовой склеп? Реально? Думаете, через арсенал сыграть через него? Брать паучий кокон или нет? А, ребята? Просто я не знаю. Мне кажется, блядь, мы проебем. Я бы взял родовой склеп, попробовал бы убить босса через родовой склеп. Потому что там босс, блядь, просто, ну, отвратительный. Лес на некра тоже не очень? Ты чё, дурачок, блядь? Лес на некра не очень, блядь? Чё нахуй? Это схуяли. Это что за вообще бред? Да, лес на некра это основа билда. Вот я про тоже. Руины брать не будем. Ну, наверное, давайте вот так пойдем. Посмотрим, что с этого получится. Если что, разогревочное. Если что, это разогревочное. Так. О, ебать. Вот это нормально. Это я, конечно, одобряю. Добей эту суку какую. Так, слушайте, нам же похуй, да, на этот? Как он называется-то? Нам же поебать с вами на... Это курва, шпионка скотаеви. На деревню. Правильно? Ну, который... Я имею в виду, который спавнится от этого. Поэтому мы, в принципе... О! Деревню сразу сделаем нормальную. Привет, стриммер. Хочешь пройти четвертую и третью главу за этот стрим? Третью, скорее всего, осилишь. Но пройти четвертую главу без улучшенных зданий и хороших артефактов очень трудно. Блядь. Ну, это, кстати говоря, пиздец хуёво. Вот что я могу сказать, если это так. Блядь, если это так, то это пиздец хуёво, братан. Так, уровень скелетов здесь побольше. Забираем. Маг щит 29 кладём. Реген, скорость атаки, качество призыва. Всё это оставляем. Ну, мы постараемся. Лол, чё ещё делать нам? Чё ещё делать нам? Где речка? Вот в чём вопрос. Где речка, блядь? Серёга, привет. Я тут заболел короной, и это просто пиздец. Всё так, как ты и говорил. Температура 38 градусов, диарея, тошнота, сборка самых уюбочных симптомов. У меня, слава богу, диареи не было, но да, диарея распространённый, кстати говоря, симптом. Воздоровление тебе, бро, выздоровление. Я, например, пережил очень легко. Вот. У меня прошло легко, так что, надеюсь, у тебя тоже. У меня и вкусы вернулись, то есть я всё чувствую, ну вот я вот кушаю, у меня всё в порядке. Вот. То есть мне лакернуло. Надеюсь, у тебя тоже будет всё замечательно. Блядь, нам, конечно, количество скелетов пиздец надо. Прям пиздец. Как же нам нужно количество скелетов? Так, 83, отлично. Тут поехала речка, плюс СМОН. Ставку на победу босса будет. Ну, забубеньте, забубеньте, модеры. Так, у нас появилась деревня. Деревня для нас не проблема. Так, мы разогнали уже скорость атаки до 42%. Вот, макс скелетов. Я прям помню, это кольцо прекрасное на максимум скелетов. И оно нам очень нужно. Так, уровень скелетов 27, скорость атаки, качество призыва. Вот так вот сделаем, плюс скелет получим. Скелет, убивший противника, полностью исцеляется. Плюс один... Оооо, это, это, наверное, это, да? Это, наверное, это. Наверное, это, да? Двоечку взять. Это прям хорошо, мне кажется, да? Прям двоечка, наверное, хорошо, да, чат? Угу. Это прям вот то, что надо сейчас, пиздец. Прям вообще супер, да. Так, ну слушайте, это может быть даже будет победное. Так, где бы нам еще ебануть с вами реген? Ну здесь мы типа от регеней, здесь, например, попиздили, здесь регеней. Ну давайте куда-нибудь сюда, допустим, в теории. Так, 71, реген, макс... Ооо, макс, да ладно. Или уровень скелетов. Ну слушайте, я даже не знаю, 5 скелетов, наверное, нам поебать сейчас. Я предлагаю уровень скелетов сделать. Вот, у нас нормально, 4 макс скелета, более чем окей. Давайте оставим на всякой пожарной это ожерелье, я не буду его выкидывать. Мы это ожерелье оставим. Блядь, по мне пиздец, пиздец. Блядь, а шо ж мне так не везет-то, а? Шо ж мне так не везет-то, чат, блядь, можете объяснить, пожалуйста? Ооо, 3.30, да, берем. Слушайте, хотя давайте вот так вот сделаем, давайте макс еще сделаем, похуй. Потому? Понятно. Хорошее объяснение, одобряю. Так, амкань сюда давай. О, только хотел сказать, а где ручеек? А вот и ручеек. Так, пам-пам-пам. Пам-пам. 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 Ну давай, похуй так. Я как бы сейчас не буду прокладывать прям пиздец. Просто вот так и все. Роща. Так, колечко. Качество призыва и уровень скелетов. Ну отлично, прям вот на замену этого. То кольцо пока оставим так. Ооо, ты кто, сука, такой? Шо это ты тут ищешь? 23 уровень скелет 27. Хуйня. Четвертую главу можно пройти без сильных апгрейдов зданий. Особенно на некре. Особенно с удачными перками. Но за сегодня лупу ты не пройдешь. Попробуй поскорее построить палату алхимик и жизнь станет проще. Ой, блядь. Вот дерьмо ебаное, чат. Я думал, мы сегодня за финалем. Честно. Приятного стрима. Спасибо так-то. Это разрабы выпутили обновление на увеличение скорости или умод поставил? Нет, разрабы. Да, спасибо так-то. Спасибо. Так, болото че? Че, болото? Че? Сюда. Так, забвение есть, но... Забвение от деревень, наверное, сыграем. Забвение, наверное, сыграем от деревень. Хотя, я вот так подумал, а нахуя нам на некре деревни на реген? Не собираюсь я ничего показывать, Лилобих. Ну вот так-то, если подумать, че нам деревня нужна для квеста, например, да? Сюда. 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 Палату алхимика 100% еще целый стрим будешь фармить. Деревня нужна для квеста и, соответственно, повышенного опыта. Блядь. Шо за пиздец, ебаля, чат? Шо за пиздец, чат? Нихуя? Шо за пиздец, ебаля, чат? Блядь, вот это... Нормально. Понимаю, понимаю. Понимаю. Блядь, первый маяк держу в курсе. Так, ну да. Здесь я, кстати, проебался. Я забыл, что из деревни буду ставить. И в итоге... А, вот что мне надо сделать. Вот это убрать. Так, ну в целом, окей. 340, качество призыва 26%. Ага. Маг скелета, скорость защиты, качество призыва. Хуйня. Блядь, еще. Нам в целом поебать-то, по большому счету. Пусть, блядь, здесь будет кровавая хуйня. Нахуй снесли просто танка. Пиздец. Так, окей, хотя бы... У нас хотя бы вот что до хуя. Ой, блядь! Ебать, я же долбоеб, да? Ебать, я долбоеб, блядь, окей. Этот сучий потрох, будь его воля. Нас бы вообще от мира отрезал. Долбоеб, долбоеб, блядь, да. Невезение, стимул на удачу. На сумку. Спасибо, сатан. Какую сумку? Ну, единственное, что здесь, только это, братья все. Ебать, какой пиздец, а? Похуй, я его так проведу поебать. Потому что мне, мне лень. Что-то делать там еще. Пиздец, Серега, убедил переписку моей мамы с моим другом. Оказывается, они любят друг друга. И моя мама скидывала ему свои фотки. И по 2К рублей в неделю. Хотя у нашей семьи и так мало денег. Как думаешь, прощать после своего бывшему другу 17 маме? Это... Блядь, это шутка нахуй, ебаная? Или чё? Бывшему другу 17... Чего, блядь? Блядь, ну это Рафлан ебало, да? Смешно, смешно, да. Чё, чат, думаете? Разъебем или нет? Уверяюсь, что не шутка. Блядь, чувак, я не знаю. У тебя, у мамы, наверное, не все в порядке с головой. Я не хочу никого обижать, но... Но, блядь... Я не знаю, что еще сказать. Типа твоя мама ебется с 17-летним... Блядь, это чего нахуй? Скидывает ему еще деньги, потому что... Блядь, что? Это, блядь, это чего просто нахуй? Это, я говорю, я думаю... Блядь, это шутка. Я говорю, я даже... Я даже не понимаю. Чё-то мне хуё походу. Да, меня пробивают, пиздец. Эм... Как будто бы надо отказаться от одного скелета, на самом деле, в пользу брони. Потому что, чё-то совсем не очень. Плюс деревня. Ну, я думаю, сейчас, наверное, не стоит уже ее делать. Ответь, не игнор. Привет, как дела? Нормально. Ты скидстримить сегодня будешь? Не ебу, блядь. Будет ли еще что-то, кроме лукхира? Не ебу. Не ебу. Да, чат, здесь мы, походу, не затащим. Не вали из больной головы на здоровую, курдюпель. Это не шутка. Мне 17, и я скоро стану его новым папой. Вот тебе, кстати, полтосик из тех 2К, что дает мне его мамка. Блядь, это смешно. Это смешно и грустно одновременно, да. Смешно, блядь и грустно. Спасибо, друг Ансаба. Так, вторая деревня стала нормальной. Идем в уровень скелетов. 5, 19. О, и макс скелетов. Нормально. 0,25 к уровню скелетов за круг, начиная с 20, превысить максимум скелетов, призвав вот это. Давай, давай. Ой, блядь. Че делать? Че у нас по скорости атаки? 113 уже. Бля, мы еще половину только застроили. Пиздец. Че мы творим, чат? Я в ахуе. Серега, завтра в год оф вар будет, или ты завтра в эти пиксели? Не ебу. Я не ебу. Че будет завтра? Так. Ебать, они по мне. Как же они по мне пиздошат, а? Я в ахуе. Как же они по мне пиздошат. Че, понизить уровень, наверное, да? Минус один скелет сделать? Минус один скелет сделать. Учитывая, что мы не регенимся, тем более, неприятно. Бля, здесь еще говно одно падает. Хотя бы само не очень быстро. И на том спасибо. Так, стоп. Бля, по мне пизданул, кстати говоря. Пизданул по мне. Так, уровень скелетов. Качество призыва. Уровень один. 151. То же самое, только чуть-чуть получше по щитам. Уровень скелетов. Очень маленький уровень скелетов здесь, конечно. Но я пока не ставлю больше мобов. Потому что... Ну, и так. Нам бы, конечно, взять левел и вытащить бы еще один рез. Вот. И вот попытаться таким образом затащить. Понимаете, да? То есть, через левел вытащить еще один рез. И на двух резах попытаться завалить босса. То есть, делать каким-то вот таким вот хуем. Я не знаю. 502. Уровень скелетов. О! Ну, кстати, да. Так-то... Так-то лучше, конечно, да. Ту-ту-ту. Ту-ту-ту-ту. Серега, тебе не выгодно размещать леса в перспективе всей катки. Лучше юзать только чаще. И не упираться рекой в край карты. А то 8... Да я знаю, чувак, ты меня не учи этой хуйни. Мне нет смысла просто, блядь, у меня слишком много клеток, чувак. Мне нет смысла экономить и как-то это. Здесь дохуя. А атак спид, который ты настакаешь от засева лесами, блядь, всего и вся, блядь, более чем достаточно. Вот такие советы, они нахуй никому не нужны. Потому что они тупые и не имеют смысла. Мне здесь нет смысла уже менеджментить скорость атаки, блядь, до каждого процента. Потому что скорость атаки и так больше, чем нужно даже. Это еще не говоря о... Блядь, о речке, которая только идет. Скорость атаки уже 152. То есть она уже не нужна, блядь. У него уже там 156 уже. То есть куда ее? Так, давай еще поставим... Сюда куда-нибудь. Чья мама, кричу, свободна? А то 2К как-то не серьезно для столь перспективного бизнесмена. Сереженька, ты в доле, если что. Ребята, обращайтесь с мамами к этому человеку. Советую. Адьёбль номер один. Так. Во сколько завтра поток начнется, не знаешь? Не знаю. Ну в 5 вечера, наверное, плюс-минус. Хуй пойми. Наверное, в 5 вечера. Так. Ну, можно поменять. Чуть-чуть в щите просядем, зато плюс один скелет и... Качество призыва поднимем. Так, где еще можно рощу ебануть? Сюда. Но пока более-менее живем. Пока более-менее живем. Потихонечку к боссу приближаемся. Спасибо большое, «Ицзайдер» за полгода. так да ну сюда мы не поставим да здесь у нас здесь у нас без фонарей а ну тогда в целом похуй а и речку наверное сделаем вот так аж да не будем здесь заворачивать оставим место тут тогда и падает одно говно нечего менять и бля вот это говно мне дало ну и чё брать просто ну говно вообще просто помойку ресурсы что ли не знаю а нахуй мне 3 я еще даже максимум не уперся за а нахуй мне шулер а шулер мне зачем я здесь и так добью ну ладно давай шулера один хуй говно мама отрывалась когда тебя носила и пила в запой мама отрывалась когда тебя носила вот и тупой пизда блять а вот это никогда нельзя самонить сирена постоянно шотает она постоянно пиздит только у вас я вот уже какой раз на это натыкаюсь сирена постоянно пиздит только у вас вот уже как только появляется сирена это как бы гг блять она постоянно и она постоянно выносит я не знаю с чем это связано и нахуй убираю это я я не ну как бы мы проебали уже все босса мы не ебанем я не знаю с чем это связано она постоянно пиздит только прям четко блять вот уже сколько раз на нее натыкался она игнорит все кроме тебя постоянно и вообще на все остальное поебать и она выносит да она успевает убить в отличие от других эх бля обидно на самом деле что из такой хуйни мы проебали уже по-любому я не ебу паранойя может завтра еще стримить не буду я не знаю когда решу я тогда и решу все может лупхир то не на стриме заканчивать блять и сегодня мы не закончил это наверно забью его на стриме делать потому что очень долго так пизда бля конечно полная просто пизда гг да гг сейчас просто средствами уйду понятное дело кто подложил мне эту крылатую свинью 228 скорость атаки 236 38 мадам хуя то все но мы бы не мы бы мы бы не запиздили уже чем не палатка алхимику нужно чат ой да не пойду я языка блять заебал у нас ты меня из кожи не буду на подрубать вообще никогда нас тиме я уже так его пройду вот и сегодня думаю последний стрим по лупхира так что игнорировать лес пользу чаще тебе придется только на четвертой стадии так как у тебя с пулом карт беда у меня только особняки и деревни остаются неиспользованными чё блять чё блять а почему тут пул карты ты кстати можешь еще настроить пул перков как где где я могу настроить пул перков блять а блять мы можем выбирать какие перки нам то есть я могу убрать большие карманы и дар крови а ну и все то есть два лишних перка блять окей ну чего чат чё мы делаем то как нам пойти тогда какой идеальный будет для нас сетап чат пригодились память этой хуйнёй это даже не паста а какое-то дерьмо ебаная я не чат ничего почитать не могу сейчас хватит памяти ебучими никнеймами ну что чат как мы как мы пойдем с лабиринтом памяти блять ну мне типа вызвать босса раньше времени реально то есть такая острота нахуя нам отказываться от реки артинский перед предложением блять объясни пожалуйста суть его звучит как фаст луз звучит как фаст луз и ставку не надо поднимать на это только ставку не поднимаете на эту хуйню потому что я даже не знаю как это работает по большому счету блять и чё или ее надо ставить не в угол а куда нибудь в центр как это блять модер отмените ставку нахуя но это просто хуйня вот это вот заплата хуйня да не поздно блять ставку блять отмените и все ебаный рот так ну ка а если сюда а он только эту заполняет понятно мне поебать на новый доки доки я не видел я не слежу за такой парашей а да нет блять она неважно в углу или нет это вот такое говно блять хуйня ебаная вообще нихуя вообще нихуя не ускоряет толком блять говно ебаная реально блять полная хуйня я думал там за не знаю закроет там половину хотя бы еще что то такое параша ебаная вообще бесполезная давай пробуем еще раз постараемся побыстрее вызвать босса только вот через через этот не знаю что еще делать нравилось не знаю что я на нее дрочу и слежу за ее выходом каким-то вообще мне всюду похуй на нее вышло и вышло не вышло не вышло мне еще поебать вот так я слежу за игрой я не женя я не занимаюсь такой хуйни прям чтобы следить там за чем-то и она мне понравилось не настолько чтобы следить блять за продолжением или писаться от него то есть мне абсолютно похуй я абсолютно без эмоционально к этому отношусь так 91 14 тогда не знаю я сейчас прям постараюсь по максимуму побыстрее вызвать босса не знаю правда хороший будет ли этой идеей или нет но 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 блять болото надо убирать вот я заметил прицел 15 труп 120 болото болото надо убирать деда привет привет насколько реально увидеть на игры стримах экзо свитча ту же землю бату или мария в одессе ты хорошо отзывался о консоли был брат увидеть тебя за игру в эксклюзивы на этой консоли практически никаких так разъебали так второй есть да слушайте а вану дать не имеет смысла просто так сделали так главное не вызвать ёбаную сирену в этот раз так бах бах эм 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 так сюда нет наверное я болото даже ставить не буду а ну реально некри нахуй не нужно они очень быстро атакуют сбивают щит и от этого только хуже становится о а нет блять это нам не нужно кстати надо было это тоже убрать пиздец ну я вот не знаю грань возможного или орда грань возможна наверное потому что нам нахуй орда нужна ну да грань возможного для нас будет гораздо лучше так как хуня нахуй второе если второе было орда то это полная хуйня мне нахуй оно не нужно В перспективе она никакого бонуса тебе вообще не даёт. Так, маяк. Окей. Привет, Витсон. Можно ставку? Ну пусть мудрые поднимут ставку. Да. Так. Это мы оставили. Роща, роща, роща. Так, 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 так. Криво получилось, но, но да похую. Бля, деревня ёбаная ебёт. ГГ, всё. Можно ливать нахуй с этого рана. Да. Можно ливать с рана. Да. Бесполезно уже здесь что-то делать. Сейчас доходим и уходим с чем есть. Всё. я достигну вершин красноречия буду хитрым как лис и нежным как девичьи сиськи привет дедуля как дело я ща пойду опять готовить ребрышки и тебя на фоне смотреть самые постеры заебали из-за них ты почти ничего не видишь в чате бонк ты чать постеры сосад на орхо спасибо за 50 рублей так что нам по-любому пригодится атак спит хп блять может быть подбавить реально как бы сыграть забвение можно нахуй убрать прямо чтобы взять самое такое деревне нахуй с этими полями ёбаных вампиров нахуй на ком качаться никакого языка ребят не будет вообще забудьте о нем на канале ташка калуб хира мы сегодня последний день грамм него так блять ну вот я думаю на скелетах или привет ванек болото нахуй не нужно блять болото блять выносит в дерьмо а если сегодня последний стрим по луп хира то завтра году фор завтра нихуя завтра будет то что будет я не ебу чувак не спрашивай меня завтра буду вообще отдыхать может два дня отдыха возьму себе то я заебался честно говоря так я вот думаю что здесь брать не бить меня с вопросами чего будет никаких игр ближайшее время не будет когда что-то будет я обязательно объявлю подписывайтесь на телеграм и группу вконтакте все что могу посоветовать вам забвение но можно забвение через скалами блять через скалы играть не знаю вообще нужны скалы нам нет все-таки взять хп типа забвение оставить только на скалы здесь качаться через кладбище не знаю через что еще неужели блять на одном качестве казна да нам не нужна казна ёптю мать я вот думаю просто нужны пауки или не нужны пауки вот чем а рощу можно взять ну вот так вот можно пойти кладбище рощи и пауки хз и маяк взять для скорости атаки сосиска ебало свою завали а пауки разъебут думаете ну да блять тогда кладбище рощи вопрос нужны ли скалы фонари мне нахуй блять знаешь что делает фонарь нахуй мне фонарь фонари дорожные с пауками нахуя мне дорожные фонари с пауками лук не нужен скала хоть хп даст сколько вообще минимум две карты до две карты с этого вот давайте возьмем с каждого по две карты маяк забвения река лес роща кладбище что отсюда сосиска до свидания со стримов перманентный бан тебе порыл ему еблану кровавая кровавые что нахуй мне поле объяснить пожалуйста блять поле битвы и что и кровавую рощу что вы хотите чат ну кровавая роща блять во первых ну от рощи типа плену хуй знает давайте попробуем получается у нас вот восемь карт всего и здесь идем через родовой склеп ну давайте давайте взглянем что получится го посмотрим прям по супер минимуму мы собрались так она все будет сомониться деревня так не кости клуб хиро называется игра так вот сразу макс скелетов завезли херня ставочку можно рассчитать с прошлого раза какую ставочку с прошлого раза ты хочешь объясни мне я тебе открою секрет пока ставка не закончилась она не играет проще говоря если идет ставка и ты все еще можешь поставить и я проигрываю то ставка не играет потому что ставка не закончилась ставка ставка становится действительной тогда когда из они уже нельзя поставить время приема ставок окончено когда заканчивается время приема ставок вот тогда ставка начинает работать пока этого не произошло ставка не работает хоть пятнадцать раз я победи или пятнадцать раз я поиграю дед с арсеналом те может упадать щиток на плюс один скелет да и плюс броня со скелетом или без ты подыхаешь плюс пауки дорожный фонарь это фарм опыта три паука на скелете не так сильно и будут спокойной ночи давай газору ну посмотрим может быть сделаем так так уклонение здесь можно убрать так маяк так пам-пам-пам-пам-пам так ну чё пока живем но 218 а и макс скелеты сохранились кустах нормально повезло что означает цвет предмета а цвет предмета означает его редкость все как в какой-нибудь не знаю rpg ту-тун-тун-тун-тун-тун блин не падает нам речка нихуя у нас так мало карт а речка нам не падает чтобы нормально пройти ну чтобы еще перки нормальные выпали жиза да ну это как бы уже это уже не в моей власти вообще тут как вы как уж блять соизволит ёбаная игра я бессилен пам-пам-пам-пам-пам сделаем так просто поэтому так 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 110 2.69 максимум скелетов нет не будем пока брать хотя можно сыграть на трех скелетах конечно ладно паста со стеной хуйня да не паста со стеной забавная пятьдесят одна пятьдесят один процент скорости атаки так ебашим бля где вода еще воды пожалуйста еще воды о мак скелетов опять упал к стану тут вообще нормально идет мак щит 95 уклонение скана нахуй не надо качество призыва 25 не к сожалению хуйня чада лучше расскажите какую-нибудь историю поведайте нам что-нибудь может у что-то спросить у чата хоть хотите у меня давайте попиздим чат лох это правда но давайте попиздим 132 так ну не пуха не пирая контратака что еще о мак скелетов плюс один кстати отлично правда здесь хуйня упала дополнительно но но сойдет скорость атаки ноль восемьдесят один тоже заебись кем хотел стать детстве в детстве хотел стать сотрудником правоохранительных органов вот такая вот нестандартная у меня было было желание хотел стать следователем и по и почти это сделал но потом жизнь жизнь повернулась немножко не туда вчера чуть административку не слопотал за распитие пива на лавочке во дворе вот будешь знать блять злостный нарушитель а то блять это распивает тут бухло ублюдок чем-то детей лучше вообще-то об этом подумал я бы таких как ты знаешь бы че с ними делай бы в тюрьму блять запирал был совсем уже охуели я считаю да да в тюрьму всех нарушителей а да ладно кстати с деревни можно кровавую рощу пиздануть это интересно ой я лоханулся по моему опять да помню кое-что забыл а не нихуя все порядке чё восьмерочка 171 но здесь без уровня скелетов качество призыва еще у меня страдает вот сейчас я смотрю и я вот смотрю и да и качество призыва как-то да не очень да не очень так стоп а я могу здесь не завернуть даже оставить немножко места давайте ром так сделать сюда посадим лучше минус один скелет ну давай ладно поживем спасибо большое пряник поздороваться со всеми в чате заметил одет нет привет да пряник сорян а сегодня весь день будет луп я не знаю может я потом потихану и пойду поиграю world of warcraft покачаю кого-нибудь там демон хантера в очередной раз у меня уже 5 демон хантерами прокачанных если без шуток ну вот но у меня за здесь проблема в world of warcraft не в быка я не пойду блять я же не долбоёб но у меня есть проблема в world of warcraft я не могу возвращаться на своих старых персонажей если меня очень долго не было я просто себе пока класс не выбрал в новом аддоне если короче меня очень долго не было в игре блять я не могу вернуться за свою прокаченную персонажа мне дискомфортно мне неудоб я не не мне не нравится я иду прит gehad бесшоток перекачивать того же самого персонажа блять того же самого понимаете того же блять самого но мне так комфортнее вот тут просто вот так вот не знаю блять все за говно вот-вот просто вот вот так работает мой, блядь, шизоидный мозг. Я просто как будто бы за чужого персонажа сажусь, и я не могу за него играть. Хотя я, ну, в смысле, я могу за него играть. То есть всё в порядке, я всё помню, там, ну, имеется, как скиллы проживали, ну, вы поняли меня, да? Но, блядь. У всех так? Да нихуя не у всех, ты чё? Нихуя не у всех. Похуй, я не буду здесь вести грамотно. Я думаю, нам это не особо будет нужно. Так, я поведу так. Так. И вот здесь закончу просто. Ой, бля, подожди. Да, вот так вот. Уютный баланс, чьи... А, у меня бесит незавершённые достижения в стима. Тебя вообще плевать. Вот насчёт этого у меня никакого триггера нет. Ну, то есть, ну, незавершённый, незавершённый. Ну и чё, блядь? Пять тридцать два, качество призыва или скорость атаки не из два процента. Не, ну... Бля, качество призыва как будто бы не хватает. Как будто бы. Но это, конечно же, не точно. По скорости атаки у нас уже всё в порядке. Так-то. 4.14. Всё не то. Вчера купил себе графический планшет. Наконец-то начну учиться рисовать. Вводное время я очень рад, давно хотел. Поздравляю тебя. Успехов. Это хорошо. Это хорошее начинание. Заниматься всякими хобби это прикольно. Молодец, что решился. Возможно, это хобби приведёт тебя к чему-нибудь новому. Блядь, мне, конечно, бы сменить уже эту хуйню. 26% качества призыва. Мне бы найти нормальный этот-то с качеством призыва. Ожерелье. А то что-то как-то плоховато. Так, ну сюда мы ничего не можем ставить. Так, вот, выпало, но... О, нихуя! Вот это нормально выпало, блядь. А, ну, минус-минус скелет. Да, в целом-то поебать, окей. Три скелета сойдёт. Нормально. Тремя скелетами нормально ебашится. Так что, живём. А это чё? Ууу, нормас. Качество призыва опять в говне будет. Да и похую. 967 уровень призыва. Качество сейчас постараемся где-нибудь по-другому поджарить. Привет, я наконец-то выгнал свой велик. Давно никакой нагрузки не испытывал, сердце аж заколотилось. Серликсир, ну, осторожнее надо, осторожнее. Любая нагрузка хороша в меру, особенно если ты давно не подвергал себя никакой вообще нагрузке, тебе надо быть осторожнее. А то некоторые эти, блядь, садятся на велосипеды свои. 10 лет, блядь, даже не приседали. Кстати говоря, вот когда не занимаешься спортом вообще никаким, потом, потом можно охуеть. Самые простые физические нагрузки начнешь делать просто, блядь, ты будешь в ахуе сам от себя. Типа, блядь, чего? Я реально, типа, не могу это сделать, блядь, пиздец. Прям самые, прям, какие-то смешные, знаете, прям нагрузки уровня физкультуры пятого класса. Ты прям такой, чего, блядь? А ты их делаешь и уже понимаешь, что тебе, блядь, пиздец тяжело, ну, то есть, что ты там не сделаешь этого достаточных количеств. Так что, бля, ребята, вот именно в такие моменты ты сразу понимаешь, что, бля, блядь, а спортом-то без пизды бы, ну, лучше заниматься хотя бы чуть-чуть, бля, потому что это вообще полная хуйня. Папаша. 10 отжиманий, блядь, да, например, 10 отжиманий. Казалось бы, пиздец, какая простая вещь, да, 10 отжиманий. Чат, а нахуя я забвение взял? Вот объясните мне. Максимальная маг защита навсегда растет на 0,5 за каждого призванного скелета. Бля. А, ребят, незримая опека, наверное, надо брать тут. Или что? Как считаете? Тот 5 лучших блюд по мнению шефа Сергея? Ну, ладно. Хот-дог. Гамбургер. Стейк. По-долго аргиваю, стейк, картофель фри. Картофель фри. И... 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 Блядь, трудно, на самом деле. Много охуенных блюд. Вот так вот сразу ты и не скажешь. Ну, пусть будет Моти. Бля, ну еще бы я выделил шоколадный фондан. Это просто пиздец оргазм, блядь, с мороженым. Я рот ебал, насколько это вкусно. Блядь, даже... Не, ребят, в мире придумано слишком много всего, я не могу... Я не могу выбрать топ. Понимаете, в чем проблема? Я не могу выбрать топ. Это сложно. Я вообще не знаю. Ну, всего 5, это очень мало. Жаль, что обычно очень вкусные блюда вредные. Да? Не обычно, а вообще всегда, чувак. К сожалению. Реально, это подстава подстав жизни, понимаешь? Я даже не знаю, что еще сказать. Это как бы вот жизнь, блядь, она вот хотела простебаться. И она, блядь, простебалась. И понимаете, вот жизнь простебалась над всеми вещами. Жизнь либо тебя наделила обычным организмом, и когда ты дохуя прям жрешь, ты толстеешь. Либо жизнь тебя наделила, блядь, организмом дрыща, где ты жрешь и не толстеешь, но при этом, блядь, выглядишь как уебан. Не хочу никого обидеть, но вы поняли. Выглядишь постоянно как школьник. По комплекции. То есть, блядь, всегда дерьмо, блядь. То есть, жизнь, она дает тебе, блядь, она ставит тебя перед выбором. Ты либо, блядь, ты либо, блядь, жрешь сколько хочешь всякой вкусняшки и выглядишь как лох, либо ты выглядишь пиздато, но при этом ты не жрешь тогда. До хуя вкусняшек. Вот, и все, блядь. И вот жизни ей поебать, что там вообще по поводу этого думаешь. Вот, либо так, либо, блядь, не так. Понимаешь? А вот, чтобы, блядь, и выглядеть пиздато, и жрать, блядь, бесконечно, охуенно, вот, жизнь, нахуй, она, может быть, конечно, кому-то и дала такую возможность, но это уже какая-то генетическая мутация, которая, там, один, блядь, на миллиард. Выбор очевиден, я, короче, жрать пройду, а вот вы знаете, что самое забавное? Это вам сейчас так кажется выбор очевиден, а когда вы столкнетесь с социализацией, особенно когда речь пойдет о чем-то, что вам нравится, о девушке, или еще о чем-то таком, сразу мнение поменяется. Это пока, это пока вы не находитесь в глубокой социализации, то есть такая вот, понимаете, такая вот, как я уже сказал, подстава, блядь, от природы, то есть это просто пока кажется, типа, о, лучше пожрать, блядь, на самом деле, нихуя, как только ты вступаешь в новую сферу интересов, ты понимаешь, что, бля, а походу, все-таки, нихуя. От ситуации все зависит, понимаете? В идеале, конечно, и то, и то иметь, но, как я уже сказал, жизнь нахуй клала на ваше мнение, и у нее другие планы. Что вы там хотите? Тормис, я не ебу, вот я вот сейчас, сейчас я считаю, что нет, я не ебу, что тебе еще сказать. Так, ну все, в этом. Маяки тоже идут нахуй. Бля, конечно, качества призыва прям не хватает, совместить бы и то, и то. Да не получается. Блядь, эти забвения, нахуя я забвения взял, я не понимаю. Правда, забвения мне были не нужны, я не понимаю, зачем я их взял. Мне кто-то в чате сказал, а я что-то не подумал и взял. Блядь, надо было подумать. Я вообще нет. Ну вот, качество призыва, вот здесь немножко потеряем уровень. Давайте хотя бы качество призыва 30% сделаем, потому что, ну совсем прям хуево. ой, блядь, вот тут уровень скелетов, дохуя, качество призыва, ну, нам не на что. Уровень, если был уровень, или, или нам надо выбить, знаете, что там, плюс скелет и с качеством призыва, вот это было бы заебись. Плюс скелета, качество призыва на кольцо. Было бы вообще нормально. А, у нас еще и на амулете, блядь. Ну или на амулет. Ну, короче, вот надо ждать. Надо, блядь, ждать. О, нихуя, говно какое. Сейчас зашел Геншин по рекомендациям из чата посмотреть на временную локу. Такая хуетодушная, в которой надо провести кучу времени и защитить ее почти всю ради одного купальника. По рекомендациям из чата, блядь. Ребята, Геншин, параша. Вот, вы меня простите, но это правда параша. Геншин, это игра для людей определенного склада ума, так скажем. Это, ну вот, без пизды, для анимешников в плохом, эээ, значении этого слова. Вот, вот, для анимешников в плохом значении этого слова. Вот, для кого это игра. А овощи вкусные и полезные? Ну, далеко не все, и все-таки одними овощами ты, ну, особо не надрочишься. Так что, бля, качество призыва 30%, а вообще рот ебало, потому что ни хуя просто, понимаете? Ни хуя. Качество призыва есть, а его нет. Оно, блядь, не работает. Оно, блядь, не работает. да, блядь, мне упадет нормальное что-то, не? ебаный хуя. Кольцо, скорость атаки 56%. Спасибо, папаша. Ебать, вот это, вы видели этот пиздец? Просто, вы видели, вы видели этот анлаки? Вот только что, мне въебали. блядь, вы видели этот рафлан ебало? Я, блядь, не знаю вообще, как это, как, как еще, блядь, сказать. Какой-то трэш, правда. Макс скелетов плюс один. Ну, окей, получим немножко сверху этого. Макс скелетов плюс один, уровень скелетов. Ну, так-то неплохо, конечно. Сохранили еще и уровень, подняли, но... Уклонение, макс защиту 186, макс скелетов, вот, качество призыва. Я готов сброситься. Сколько? 58% это уже нормально. 58% это окей. Ну и что мне здесь брать? Сейчас сирена появится? Блядь, она появилась уже. Пиздец. Ну ладно. Надо убирать нахуй. Вот смотрите сейчас за битвы со сиреной. Вот просто смотрите сейчас. Вот мы сейчас до нее дойдем. Если она опять будет пиздошить только меня, я вообще охуею. ебать да ладно, ни разу меня не ударило. Это что было такое? Это баг. Но это баг был какой-то в игре. Какой-то непонятный баг. Просто, блядь, ни разу не пиздануло. Так, здесь у нас стояло. Ебанем сюда тогда. 200 скорости атаки у нас уже. Блядь, здесь, конечно, уже пиздец падает, но ни одного пиздеца, который нужен был бы нам. А, ну вот, кстати говоря, 29 процентов, а этого побольше. Сойдет. Ну, остальное терпим. Плюс деревня. До свидания. Маг скелетов плюс один. Десять, качество потеряем. Но зато тогда позволит нам заменить где-то по-другому. Да, то есть, сможем заменить с вами... А где у нас плюс один? А, ну, сможем, например, вот амулет заменить, и вбухать какое-нибудь качество призыва. Хотя качество призыва обычно не бывает больше 29 процентов, плюс-минус. Так что, имеет ли смысл? Наверное, нет. Наверное, не имеет смысла. Здесь уровень скелетов очень большой, блядь. Ну да, у них качество призыва 29 процентов максимум на вещи. Так что, значит, я все правильно сделал. А, ну вот, что мы можем сделать. Вот, смотрите. То есть, вот здесь я могу поставить 270 уровень скелетов и прибавить щита. А здесь, соответственно, вытащить... Ну, короче, вы поняли мою тактику. Правда, качество скелетов понизится. Качество скелетов просто исчезло, ребят. Ха-ха-ха-ха. Ебать, я хуйню намутил какую-то, пиздец. Нормально, нормально. Зато, зато уровень скелетов 21, блядь. Привет, папаша, как говорится. Мало того, что... Дам. Бля, вот теперь я не знаю даже, что делать. Слушайте, без качества скелетов, наверное, это проёб, да? То есть, мы не задавим никого, правильно? Вообще, без качества скелетов реально вырулить, блядь, или нет. На боссе. Ну, кто-то говорит, да. А так, восемь, два с хуем потеряю. Да, если уровень скелетов очень высок, но вот 21, например. Это на сколько окей? ебать. ой, бля, ну, я могу, конечно, 29 сделать, но... потерять уровень немного. Ебать! Это вообще что было сейчас, нахуй? Блядь, просто это что было? ебать. Да. А, еще вот здесь будет вода В итоге Здесь надо будет убирать нахуй Бля, меня деревни начали рипать Да, меня реально Начали рипать деревню Плюс один скелет Два шестнадцать Блядь, два сорок три Качество призыва урубин скелет Блядь Ой, хуйня Бля, бля, пиздец Что это за... Ничего не делает, занимает много места Чат, мне лабиринт упал С аммоним? Или пока давайте оставим Если что, сейчас вызовем босса Блядь Почему так больно от этой хуйни? Ёб твою мать Блядь, одно дерьмо падает А мне не на что заменить Ну вот это могу сейчас взять Поднять уровень скелетов Еще Но это единственная замена Которая была возможна Ну мы сейчас босса вызовем, получается Это вот последний круг Надеюсь, я не от... Не отъеду нахуй Одна хуйня Блин, да не-не-не-не-не-не-не-не-чего ставить Блядь, вот это что? Как я, блядь, умираю Когда я не трогаю нахуй его? Это не лучник, если что Блядь, чё с деревнями? Пиздец, блядь Опять перед последним кругом Нахуй проебали рез Блядь, реально Я, кстати, не понимаю, чё за хуйня Контратаку у них? А при чём тут это, блядь? А, я хуярю, потому что Я уже засамонил всех Ебать Бля, ну это пизда Ну надо нахуй аннигилировать Тогда эту парашу Вот я сейчас иду Хотя здесь один Похуй на него Ой, блядь Пиздец, говно Пиздец Ничего не упало Я могу, конечно, поставить это Получить 30% призыва Но я потеряю одного скелета Плюс Это полная хуйня ведь, да? Да, чат? На четырёх скелетов же играть Лучше Нет, я не могу взять Немного качества Потому что Если я беру качество Я всегда теряю Скелета сейчас Ебать, блядь Ха-ха-ха Это так весело Что за позор Загнан дичью и убит Теперь расскажи всё Что тебе известно Прошу Ты же не думаешь Что у нас тот самый момент Где я признаю твою силу Из уважения к ней И раскрываю все карты Я здесь подыхаю Мне не надо откровений Кроме того Ты убил моих собак, ублюдок Думаешь, я этим наслаждаюсь? Не путай мы мотивацию со своей Надеюсь, у тебя нет Назойливой привычки Возвращаться целым и невредимым Прямо сейчас Пока жизнь покидает Меня сердце Величайшее из черных дыр Уже исторгает Мое новое тело Так что да Я вернусь Даже не думай Что всё так просто Наша охота продолжится И нет такого уголка вселенной Где я бы не взял твой след Не усложняй себе задачу Я никуда не денусь И не спрячусь Мне даже спокойнее От того Что вместо уничтожения Других миров Ты потратишь своё время На битву со мной Слышу гулохотничего рожка Лайверных гонщих Новая охота начинается Новая охота Эти ребята Изрядно докучают Но и обнадёживают Им не было до меня дела Не будь я угрозой их цели Ебать Запиздили в итоге Нихуя себе Так Себе дороже Герой имеет 60% шанс Отразить выстрел лучников Случайного врага Бездомная бутыль 40% шанс Не потратить зелье При его использовании Один раз за бой При падении здоровья Ниже 20% Герой делает 4 удара С удвоенной скоростью По-моему Бездомная бутыль Выглядит лучше Да Да-да-да Босс Риль Ну я сам послушал Тебя тоже дурак Ну из этого что есть Бездомная бутыль Выглядит лучше всего Ну мы отступаем Я не вижу смысла Здесь фармить Потому что мы можем Сдохнуть У нас тем более Нет ресов Ой ну Нет ресуректов Что-то случилось На тебе лица нет Это потому что Мне его чуть не оторвали Мне трудно понять Как все могло Окончиться Моей победой Ну-ну Думаю ты Не дооцениваешь себя Нет я серьезен Сейчас Этот охотник Его сами были Черные дыры Кажется они способны Поедать планеты Оружие охотника За моей спиной Звезды гасли От каждого выстрела Вот это вся эта сила Он точно может уничтожить Хоть галактику И я уверен Он уже не раз это делал Я просто не понимаю Как мог сражаться С ним на равных Боюсь я только сейчас Понял что и про Лича Сожрится И могу сказать то же самое О нет Только не говори Что эта встреча Сломала тебя Посмотри Это место становится лучше Не стоит опускать руки О чем ты говоришь Все Все совсем наоборот Меня переполняет Уверенность в нашем успехе Таких совпадений не бывает У меня есть силы Противостоять этому злу Есть шанс победить Шанс победить Ну да Считай что удача На твоей стороне Хех Эмм Шестнадцать лет Сисили Это нам не нужно Так Ну палатку алхимика Мы не можем построить Можем построить мост Я правда не понимаю Нахуя он нам Открывает возможность Проводить реку Под дорогой В экспедиции Строить Строится только На горизонтальных И вертикальных Летках реки Но честно говоря Не вижу смысла Особого в этом Потому что Атак спит мы и так Разгоняем охуенно Так что Да вот я Не вижу смысла особого Увеличивает силу героя На 4% Открывает карту Застава Военный лагерь Вот насколько Военный лагерь Может быть полезен Непонятно Вы че Военный лагерь Строить? Не сочтите задерживаться Но не могли бы вы Сделать шаг По направлению К плацдарму Еще немного Отлично сэр А теперь встать В строй Я научу тебя Сражаться салага Живого места не оставлю Надо будет душу Выну Чтобы для мускула Осталось больше места Кто-то скажет Что это пытки Но я предпочитаю Называть это Эффективной Педагогикой Так Еще плюс 4% Сила героя Если я Бустану Снабжение Так я так понимаю Они не работают Да просто 0.2 регенерации В секунду Если она уже есть Плюс 2% К максимуму здоровья Но минус 2% При посещении костра Плюс 1 к защите Повышает шанс Получить более редкий Предмет на 10% О блять Это хорошая штука Урон по боссу Выше на 4% Плюс 1 к базовому здоровью За любой предмет С категорией продуктов Измещены в вашем лагере Они совмещены Я так понимаю Они работают вместе Ну все тогда Что военный лагерь Бустануть ребята Еще 4% сил героя получить Как считаете Ресурсы вроде бы здесь Требуются Ну короче Мы можем по идее взять Ты что же Выдохся после двух кругов Вокруг лагеря Ну ничего страшного Не стоит стыдиться Своего умения Стоит стыдиться Нежелания совершенствоваться Поэтому марш на новый забег И чтобы не останавливаться Пока с ног не сваливаешься С ног не сваливаешься Хорошо Твое фехтование Всего меньше Напоминает рубку дров Рубка дров Неплохо работала до сих пор И когда перестанет Жаловаться будет некому Думай на шаг вперед Не руби с плеча Так сказать Хоть знаешь что Давай-ка отработаем Рубящий удар с плеча Хотя вернее Знаешь 12% 12% Это мощь шмота Увеличивает А Ну тогда это вообще-то Охуенно Не 12% К мощи шмота По-моему То что надо Ну что чат Эээ Новая карта Застава На соседних клетках Появляется помощник Все желтые И оранжевые предметы Полученные в бою с ними С ним Уйдут на его оплату Эээ Блять Ну что-то Хуиняне Вот это убираем Рога не платит налог Ну для Роги норм Слушайте Что думаете Казну может быть взять Или Или ничего не брать здесь Только маяк оставить Как считаете чат Княжарню взять А нам не нужна Особо княжарня Это будет Если мы уже Сейчас вот так вот будем Че так пойдем Или вместо этого Княжарню возьмем А ребята Или ничего не берем Маяк времени Чего делает Ускоряет время В своей ауре На 50% В его ауре Могут появляться Наблюдатели времени Которые боятся вампиров Плюс застава Наносит урон Некру Да Гаргулья Своих Дебафает Да Ну давайте Давайте тогда Сказной Попробуем сыграть Здесь берем Раскол склеп Правильно Родовой склеп Он нам кстати говоря Победил каточку Да Я же в курсе Так Здесь наверное А Техника Омикрона Вот это надо конечно Забрать Бездонную бутыль Будем брать Или убираем ее Чат Шанс не потратить зелье В целом Неплохо Да По идее Я поменял главу Ну а А вот Все Да Оставить Окей Так Здесь все И Ну давайте Глава четвертая Враги имеют Три-четыре свойства А в третьей Бля Нихуя Сила врагов Десять процентов В два раза Заебать Ресурсы больше На сто двадцать процентов Нет предела По ресурсам Кстати Ну че Поебашили В принципе Придерживаемся Тогда Этой тактики Которую мы Которую мы Юзали До сих пор Так Сразу же Эта тактика Сработала Причем Мы кстати Говоря Затащили Босса Ребята Исключительно На Уровне Уровне Скелетов То есть У нас с вами Даже Ну вы поняли Чисто На уровне Скелетов Затащили Так 0.97 Защита 2 Это не нужно Посмотри На полоску Для босса А Ебать Блять Че это За хуйня Так Че за Параша Папаша Эм Че-то Мне это Вообще Нихуя Не нравится Честно Скажу Перед первой отметкой Тебе бы забвений побольше Блять Че А я вообще Забвений не брал Ну ладно Слушайте Мы сейчас По крайней мере Просто проверяем Да Это первый Трай Мы сейчас Узнаем Че вообще И как Тут Сейчас Будет Ясно Качество Призыва Метра Счеты Скорость Атаки Уровень Скелетов 7-8 А Ну Здесь Не имеет Смысла Там Хотя бы Скорость Атаки 8 И считает Хм Интересная ситуация Ничего Не скаж Бля Бля Чувствую Что у меня пизда Да Походу Чет Продолжение следует так 97 плюс один скелет отлично так здесь аж 3 качество призыва 25 процентов сейчас ставим сюда маяк так сюда ничего не ставим маяк сюда пизда босс но сейчас будет воздать первый блядь что-то жесткая как я понимаю будет жестко и неприятно так и чё это блять еб а а так это классический блять это как классический блять рефайт ёб твою мать блять то есть мне опять с этим охотником ебашится надо будет блять я думал я от него отъебался ёбаный твой рот но и бать честно говоря это пиздец чё ещё могу сказать сделаем так честно это пиздец самая большая проблема мне кажется будет с этим ёбаным опять охотником ну так добьём здесь и все это заканчивается финальным боссом блять да пиздец ну мне гг мы сейчас делаем качество призыва наверное понизим хотя ладно как это возможно заткнись у нас есть незаконченное дело блять ему похуй вообще на скелетов и как это как это блять объяснить ну ему поебать на скелетов просто блять ну ему похуй блять три три реса ему поебать а причём тут уровень скелетов блять он их пиздец от этого чаще не будет блять из того что у них уровень скелета уровень поднимется блять бред блять бред честно бред блять ну окей Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Блин, ну где казна? Так, 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 так Ой, бля... Бля, надо было там застроить, я забыл Надо было здесь ебануть рощу Вернее, не здесь, а в упор к этой Ладно, уже похуй Блядь, где казна? Не везет с дропом Ах, ебать Блядь, куда... у меня карт вообще нет Где казна? Ставка только на последнего босса? Ставка на победу или проигрыш? Субтитры сделал DimaTorzok Еще и анлаки чиподропы такие просто нереальные Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, здесь, наверное, будет вода А, ну здесь, да Здесь вообще вода Вот так сюда поставим Так, или вообще куда-нибудь сюда, ну Хотя здесь, блядь... Так, он только вокруг деревни застраивает Правильно? То есть, раз-два Вот так он будет застраивать То есть, вот эти клетки только он будет застраивать Правильно? По квадрату от деревни Фух Блядь, казны нет Ебать, спасибо Наконец-то Ой, блядь А, ебать, как он глубоко застраивает Ёп твою мать Г-гем Г-гем Левел Плюс один максимум скелетов Но мне пи-пизда все равно Я... Я сейчас не-не затащу Никак То есть, у него сейчас 15-30 35% здоровья Буст Ой, блядь, чат Блядь Блядь, пиздец Нахуй 181 въебало мне дал Ну, блядь, мы его убили, но... Лишились, блядь, абсолютно всех этих Хорооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо Мда чат, блядь. Ну, мы, наверное, здесь проебали... Ну, как, наверное, мы проебали здесь, так понимаю. Давай пробуем опять на уровне скелетов вытащить ситуацию. Но того охотника мы убили только потому, что у нас были ресы. А ресы у нас нет. То есть всё. А ресы у нас больше нет. Так. Так, ну здесь... Да. Можно. Вот у нас почти... Здесь половина у нас с вами уровень скелетов. Но не так много атак спида, как бы хотелось. Так, так, так. Тамагочи купил сапку, ему подарили сапку, он не покупал её. Ой, блядь, второй босс. Второй босс. Блядь, они так-то идут почти нон-стопом, считай, чат. Ты просто не успеваешь даже построиться толком. Ты только хуяришь, а там уже босс. Только поставил чего-то и уже босс. Кстати, на четвёртом уровне первичная материя на что атаки убивает. Первичная материя? Какая первичная материя именно? Ты имеешь в виду про моба, что ли? Первые два скелета в день будут... Максимум макшитана всегда растёт за каждую... Лечит круг завёта смерть своего скелета. Так, ну здесь нигде. А, призрак-призрак-призрак? Понятно. Бля, ебать не пизда. Бля, ебать не пизда. Понятно. ой блядь это тоже пиздец я уже и забыл про него нахуй по мне блять вот так пиздец на всем влияет джидиорг пиздец как рандом важен блять просто я хуй знает